На избирательном участке в селе Жемчужина Нижнегорского района секретари заполняют акты передачи заявления о голосовании по месту нахождения. Здесь уже получили набор антисептиков. Но придут на участок не все маломобильные. Группы граждан будут голосовать из дому. Мы выезжаем по заявлению или по звонку. Значит, соцработники или кто-то соседка или дочь, внук к нам, допустим, приходят и говорят, вот такая-то, такая-то, желают проголосовать. Мы даем заявление, а дома избиратель заполняет его и нам приносят. Этот участок примет избирателей сразу из трех сел. Приречная, Пена и Жемчужина. Это почти полторы тысячи человек. Среди них и те, кто четко выражает свою гражданскую позицию. Немножко повышенная. 140 на 80. Это допустимое. Зеря Широва измеряют давление в новом фельдшерско-акушерском пункте в селе Садовая. Говорит, теперь не страшно за свое здоровье. Ну вот видите, какой новый у нас ФАП построили. И я, конечно, за доступную медицину, что вот тут пришла в любой день, ночь, днем прийти, чтобы мне оказали первую медицинскую помощь. Я очень рада. Его открыли в конце весны взамен старому зданию ФАПа. Теперь в распоряжении медиков две машины скорой помощи и самое необходимое оборудование. Ну полностью у нас ИВЛ находится здесь. Аппарат искусственного дыхания, можно дефибриллятор, кардиограф. Для оказания помощи очень удобно, очень хорошо. Снащена шинами, КГ полностью. Жители этого и близлежащих сел открыто высказывают свое мнение. Говорят, приближающееся голосование отразится на будущем каждого гражданина и страны в целом. По моему мнению, конечно же, это очень важно. И я как учитель хочу сказать, что я за качественное образование, а поправки, которые будут в нашей Конституции, этому сопутствуют. Я думаю, наверное, с каждым годом будет все улучшаться, если все эти законы, поправки примут. Ну и иншаллах, чтобы наш народ думал уже наперед. Начиная от семейного законодательства, здравоохранения, заканчивая рядом социальных моментов. То есть каждый пункт, он настолько важен, настолько тонко выглядит, что наша задача и наша обязанность, как граждан России, принять активное участие в этом. А вот многодетная мама Джива Ирсей Талимова недавно получила помощь от государства на своих четверых детей. Рассказывает, всегда была активисткой и сейчас не остается в стороне. В первую очередь за суверенитет страны, чтобы никто не посягался. Это для наших детей, для наших потомков, для маленьких, беззащитных. Мы за них по ответе. Всего в Нижнегорском районе проживает почти 45 тысяч человек. Из них право голосовать есть почти у 36 тысяч. Для этих граждан открывают 30 избирательных участков.